Первым на Ваши вопросы ответил главный тренер нашей команды Константин Савурианович Галовкин. Ваши впечатления об игре? Так всегда бывает, казалось бы, в конце игры, когда соперник сравнивает ничья, какая-то обида, внутри какое-то недоутворение. Чуть осталось чуть-чуть, да терпеть и гол такой. Защитники не сняли длинные передачи, пока происходили на сне. Но, с другой стороны, если взять, то, наверное, все-таки счет по игре. Хотя, в понятном втором этапе преимущество. Перед игральным было имидуально контра-атак. Таких был для контра-атаки. А Теренков, по-другому, чуть поточнее взять Теренков, а не в одном попадании ворота. И в конце Барса такая же ситуация. Ворота попадания, вверхом. То есть, два момента были. Ну, и сам в целом, конечно, наверное, результат по игре примерно такая тоже. Я бы сказал ребятам спасибо за эту игру, потому что проявили характер, себя через одну ногу. Футбол сегодня очень такой вообще современный. Прессинг, единоборство, боевые качества получаются на каждом участке. Кто это делает, лучше делать, того преимущество. Да, у нас очень короткая скамейка запасных. За это, конечно, нас многие поджидали. И отъезжал-ждал уже, там, будет. И сроднил. Ну, в принципе, молодцы. Характер появились. Мало в чем уступали соперникам, которые, естественно, и задачи, постоянное руководство новости, там, клуба. У нас они задачи внутри. Себя выходить на каждую игру. Питации выиграть. Доказать. Хотя, опять же, мы играем каждый болельщик. Наверное, красоты такой не было, как вчера кто смотрел «Зенит». Малага, там, сумасшедшее количество моментов, что у одних шелки их ворот, а у всех углов. Здесь этого нет. Здесь красота была в другом напряжении. Здесь кто понимает, когда болельщики некоторые кричат, что плохо. А что они хотят? Чтобы они здесь играли в Барселону. У Барселона бюджет 500 миллионов долларов. Давайте купим Барселону, давайте 500 миллионов долларов. Будет залезть Барселону опять. А так, на сегодняшний момент, озвучив некоторую задачу в начале сезона, после первого поражения с Газехом, мы находимся в конкретной ситуации. Мы находимся в равных спортсмене с умением. В одной игре всего лишь, по-моему, Газарик там выиграл. То есть три очка от Казовика. Сейчас они играют между собой. То есть мы, надеюсь, опять-таки, считать до конца осени еще их предостаточное количество. Чуть не будет календарно. Все нужно расстоять. Но на сегодняшний день мы находимся в той ситуации, в которой я хотел бы видеть команду. Понятно, надо эту ситуацию сохранить. А зимой будет видно. Вот руководство области, руководство клуба, если будет более конкретная ситуация, когда будет длинная зима, естественно, нам нужно улучшить и усиление схватки, и качество какой-то микропозиции. Все понятно. Вот так сегодня. Я считаю, что мы в данном этапе конкурентоспособны, как на фоне Тюмени. Посмотрим, ближайшее время будет. У нас сейчас в пару недель Казовик. Посмотрим, как мы с ними. За два-три месяца, которые команда существует, я думаю, это максимум, на что мы готовы. С учетом того, что не было ни сборов, что это был с рейс, все это было очень быстро. Практически работ не было. Игр через два, через три, наверное, на четвертый, на третий. То есть за счет этого. Поэтому спасибо ребятам, спасибо болельщикам. Хотел бы, чтобы они больше, конечно, приходили, где-то с вейдерами не приходили. Сегодня хороший день. Это был плюс 주ечка, но почему это болельщикам? Всегда болельщиков было много. Был бы, веренцы, сегодня нет. Этот фарк тоже не очень порадован. Одиннадцать желтых картушек на команду получили. Как считаете, почему такая игра получилась? Однажды раз скажу. Ну, ты сказал же, это подтверждение тех слов, что на поле никто не хотел никому уступать. Все было на грани фора, вышли мужики с обеих сторон, никто не хотел уступать. Где-то были столкновения, борьба, синяки, шишки, через немногу, конечно, где-то и карточки, эмоции, переглёстки. Поэтому, не помню, на сколько карточек? Пять в Волге? Шишки, шишки. Волге проявали минус пятьдесят пять лет. Вам показалось, что когда Волга пропускал защитники и вратарь сыграли в своем уровне минус? Я вообще, такая ситуация простая. Большие защитники, а сегодня Круга убрал, поставили большого влагарха, потому что мы высоко патинговали. Они начали тоже дремно играть и в первом тайме. К сожалению, почему-то ситуация, мы в первом тайме шесть-семь раз не сняли вверх. Вот они второй, а теперь 45 метров. Здесь хорошо, в социальной защите, хорошо играющий в Волге, у него это хлеб, банн, все, а у нас будет получается. Ну, там же Димка подсказался. Я не смотрел, я сейчас попросил момент поставить, хочу посмотреть, почему такая ситуация. Элементарно. Ладно, там моментов куча, у них полтора момента, у нас гол, и два их там момента, которые там сразу дали. Проиграл Тюмень, проиграл преимущество Уоленбурга, мы проиграли Уоленбурга еще в шаге. То есть у них там заделка, подачка. А сейчас мы все это будем. Сейчас они, сейчас они могут играть, начальность Тюмень. Все это действительно так просто. КамАЗ тоже выезд. Мы играем в Ежевск, КамАЗ. КамАЗ сейчас набирает обороты. Люди вернулись, которые там предельные, где они вернулись. Не просто будет. Посмотрим, как будет сплавиться. Дай Бог, что буринггад эмоций хватит, потому что играем практически одним составом. Очень тяжело. На таких эмоциях. Сейчас, может быть, все про густо, чуть-чуть подходит. Вы назвали, что с лидером мы конкурентоспособны. Но если посмотреть три матча с тремя лидерами, то есть мы не в балл не выиграли. Почему на ВАГС выиграли? А с тремя лидерами? Третий это кто? Челябинск, Оренбург и Тюмень. Челябинск тоже не выиграл. И Тюмень не выиграл. Ну, значит, мы все одинаковые, получается. Вы что хотите, чтобы команда Соболеза за неделю чемпионата сейчас в 7 лет в одном из них? Как этот... Ну, обычно, минут за 15 до конца матча вы ели, ели, ели выпускали. А сейчас 4 недели. Ели болел в неделю. Да? Четыре программы ТИЛС лежало, не тянувался вообще. Чешо. Во-первых, от Рыбеля не играл к обороне. И с обороны проблем. Ситуация. Сегодня иногда арбитр сел много. И как вы оцениваете вообще судейство? Это были... Ну, судейство, честное судейство. Нормально судило, ровно судейство. Зак хочет рассеять дальше. Теперь уделить по повышенной дивизиону судей. Он старался быть объективным. Вот так. И, конечно, в одном посредстве. И, правда, здесь... Он, чтобы не мешали. И, бывает, арбитры мешают. А если не мешают, это зависит всего же от везения, от мастерства. А вот подход вашего оборона... Сейчас посмотрим, как сыграет Казарик с Челябинскими, с Тюмени, на улице. Если мы... Черт, да. Если мы хотели, чтобы мы выигрывали, это одна ситуация. Я понимаю, что я и болельщиков понимаю. Все хотят, чтобы воган, и хранят, и всем... У меня вопрос в том, что у нас... То есть, были пока три попытки, еще будут, конечно. Но пока нет на победе. На ваш взгляд, что не позволило хотя бы одну победу делать? Здесь очень много слагаемых. Например, мы ездим в Казарик, например, на автобусе 14 часов. А гаэф, что я пытаюсь на самолете. Причина. Кеменович ответил на самолете, мы пойдем в Тюмень. Не знаю, может, в Тюмень тоже на самолете. В Кирове там на автобусе. Разница между Тюменью, Газариком и нами. Разница. Стадион. Посмотрите. В Тюмени супер. Посмотрите здесь. Болельщик подходит. По половинам Тюмени сам у меня играет. Тогда Мусин. Потрясательный Мишк Кеменев. Скворцов. Они у меня играют. Они говорят, что здесь копали, что это картошка. Но если объективно говорить, что это ужасно. Сейчас Кубань приедет, они с ума с вами будут. Просто садят с ума. Хотя сегодня было, как люди просматривали, как готовятся кубань. Кубань прислал сюда делегатов. Посмотреть, на что он способен. Смотрите, а ты как к этому относишься серьезно. Нам будет интересно с премьер-жим. Поэтому нюансы вот так. А там еще есть взять быт и так далее. Как мы живем, как мы питаемся и как мы готовимся. Тернажерные залы и так далее. И еще нюансы. Комплектование, заработные платы, премьерный фонд, сборы. Как и где проходится. Что там будет проходить. То есть в нюансах, слагаемых успехом, Тюмень проводит сборы, мы собирались еще разговаривать. Да? На ходу. Я считаю, что мы сделали хорошие. На сегодняшний день. Как будет дальше? Ну, команда прибавляет. Если мы были такими, как в игре Саленбурга, нам сегодня Тюмень на белый мешок. Вот. А я потихоньку устаканиваюсь. Поэтому люди начинают знать, что надо делать. К сожалению, нет усиления. Славочки. Пока нет. Тех людей, которые вышел, я точно усилил. Оживел. Вроде бы Саганцов вышел, оживел. Опять чуть-чуть, чего-то не хватает. Вы сказали, Кубань подходит серьезно. Как мы подходим? Ну, как это праздник будет для всех. Для пацанов. Они что, в премьер-лиге? Играют часто. Болячки для города. Надеюсь, болячки будут, например, ли. Как она сложится? Ребята будут все стараться. И нам настраивать-то не надо ничего. Поэтому, естественно, у Кубани будет. Я думаю, что не основной состав. Потому что их есть 50 человек. А у них через два дня. Поэтому, я думаю, у них и резервы. А для иностранцев. И кого-то там. Они будут отдохнувшими, приготовлены. После Рубина они. Ну, только играть 11 человек, совершенно другие люди. Посмотрим. И как минимум пациентов 80-70. Я так думаю. Косможан не будет рисковать здесь. Потому что через два дня на третий. У них следующая игра очень серьезная. Ну, сюрприз надо сделать в одной из восьмой. А по графику? Да. А скажите, вы кто? До сегодняшнего дня все газеты в городе писали. Волга лидер, Волга лидер, да? Для вас психологически важно, что вы первое место заняли? Или еще впереди много игр? До конца сезона. Если бы мне сказали в июне, когда я сюда пришел, что после 11 туров он был на первом месте, я сказал бы, что сумасшедшие люди. Не понятно. Не все. А сейчас? 11 туров прошло, прошло, на сегодняшний момент, на первом месте. Я считаю, что это неплохо. Неплохо. Ребята это чувствуют. Они даже этому эксперименциям доказывают. Поэтому руководитель тоже. У нас губернатор же стал декоративу на маще 500. Сегодня прилетел на вертолет специально. То есть интересно, как делался руководитель. Вверх. Откуда он пролетел? Я не знаю. Вверх. В области откуда? Он в 4 часа у него было совещание. Я не знаю. Короче, у него не было то где утром, то где-то. И так, короче, он не был на футболе. Но я знаю, чем вчера, что он был. Даже за счетом, что он выезжал куда-то. То есть это уже что-то внимание какое-то пошло. Главное, что до счета были дела. А встречи не было с губернатором? Нет. Я считаю, что я города, областного командую. Хороший стадион и командую. Я думаю, перспективы были хорошие. Ваши помощники не отследили? Часть вторая была, а золотая в карточку. Да нет, мы подходили. Там записи есть. И я сам. Да, там много было, да? Нет, нет, нет. Нет, нет. Там были срывы от айки. Он не показал. Есть данный момент. Там был пятый номер в Санкт-Петербурге. Срыв в атаке. Ну, это уже нюансы. Оно не повлияло, я думаю. Конечно, если бы он там вдвоем удалил, но, в одиннадцать, конечно, наверное, стоим нечисто было. А так, я считаю, что достойный результат. Что с Челябинском, что с Кириллением. Дальше будем играть. Более на степени играем по осенью. Ой, по весне, на следующий год. Ситуация совершенно будет другая. Команда сохранит свою сервису. Пройдет сбор. Все будет более, более лучше. Если у нас нет предмет, то есть болельщик. Спасибо. И вот вопрос. Я тоже иногда захожу на сайт. Болельщик. Желание. Проходи же. Здравствуйте. Здравствуйте. То, что команда хозяев закрылась и играла в обороне. Наверное, они нас опасались. Интересная, наверное, такая игра была. Мы, конечно, хотели выиграть. Я не знаю, как хозяева. Если бы, наверное, хотели выиграть, мы, наверное, не было бы таких вот. Честно говоря, давненько такого не встречал. Тогда, если болельщик ходит у вас, команда на первом месте наладуется. И чтобы вот так вот взять, и не подготовить футбольное поле к игре. Честно говоря, смешно это даже смотреть и слышать. Взять его, бросить после всех тренировок и даже не прикатать. Ну, не знаю. Все бывают, конечно, всякие футбольные хитрости. Я считаю, что все-таки это тоже немножко повлияло на результат. А так, боевая ничаи, я, честно говоря, был уверен, что мы не играем. Нищего проигрывают. Ребята играют, ребята стараются. Да, потихонечку курочка по зернышку складываем. Очнив кредил. Все нормально, и тем дальше. Коллега вашего уже спрашивали. Довольно много желтых карточек сегодня. Он свое мнение сказал. Казалось бы, ваше мнение тоже наслаждать. С чем связано по вашему? Желтых карточек? Да. Да никто не хотел, наверное, проигрывать. Проигрывать. Естественно, все хотели завладеть инициативой. Вот и все. Единоборство, единоборство. Много было единоборств. Мяч прыгал. Люди боролись и с полем, и с мячом, и с соперниками. Вот поэтому отсюда желтые карточки. Нормальная боевая игра. Еще будут вопросы? Спасибо. Спасибо.